Здравствуйте! В эфире «Экономика». Мы не только учим понимать экономические процессы, но и рассказываем о факторах, которые на них влияют. Я Гульнара Жендагулова и сегодня в эфире. Цифры в дом или как в стране проходит программа цифровизации, когда интернет только приходит в отдаленные села. Торговый бум казахстанцы стали больше покупать. Мы знаем, где живут самые щедрые покупатели страны. Боинг идет ва-банк. В компании сменилось высшее руководство. С начала года казахстанцы оставили в магазинах и на базарах страны почти 10 триллионов тенге. По данным рэнкинг, впервые отметку в триллион тенге по объему розничной торговли за месяц превысили в декабре 2017 года. Затем только в декабре 2018. Но уже в 2019 году отметка в триллион тенге была преодолена трижды. В июле, августе и сентябре. При этом в августе объем почти достиг 1 триллиона 100 миллиардов тенге. Ожидается, что эту отметку по объему розничной торговли казахстанцы превысят и в декабре текущего года. Так как традиционно в декабре самые высокие объемы покупок в течение года. Среди регионов страны самый большой объем розничной торговли за январь-ноябрь 2019 года приходится на города Алматы больше 3 триллионов тенге и Нур-Султан больше триллиона. На долю этих мегаполисов приходится почти 43% от всех официальных розничных продаж в Казахстане. Следом идут Карагандинская область почти 900 миллиардов тенге и Восточного Казахстана больше 850 миллиардов тенге. Боинг сменил руководство на фоне кризиса 737 Max. Совет директоров компании отметил, что решение о смене руководства было необходимо для восстановления доверия к Боингу. Инвесторы с оптимизмом отреагировали на эту новость. В ходе торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже акции Боинг выросли почти на 3%. Американская корпорация в течение 2019 года пыталась преодолеть один из наиболее серьезных кризисов в своей истории, который разгорелся после двух авиакатастроф самолетов Боинг 737 Max в Индонезии и Эфиопии, унесшей жизни 346 человек. Помимо явных проблем с функционированием систем управления Боинг 737 Max, кризис также продемонстрировал непрозрачность и потенциальную коррупционную составляющую процесса сертификации самолетов США, которые были допущены к полетам, несмотря на сообщения о проблемах на стадии производства. Интернет-вещи осваивают новые рынки. И эксперты прогнозируют будущее за интернетом всего. К примеру, в Шенкенте уже заработала сеть 5G. Пока это пилотный проект, реализуемый казахстанским оператором связи. И 5G — это не только высокая скорость мобильного интернета, не менее 1 гигабита в секунду. К слову, это в десятки раз больше, если сравнить с 4G. В целом речь идет о масштабной цифровизации экономики и промышленности, массовом развитии интернета вещей. То есть это те задачи, которые ставит перед собой государство, выполняя программу «Цифровой Казахстан». И цифровизация не только может стать двигателем национальной экономики и генератором устойчивых рабочих мест, но и двигателем разработки и адаптации новых технологий в экономику Казахстана. И позволит запустить новую волну создания рабочих мест. Правда, пока мешает одно «но». В Казахстане до сих пор не все жители страны имеют доступ к интернету. Речь идет о жителях отдаленных населенных пунктов, сельских районов. Сегодня расскажем, как в стране решают вопрос с подключением к интернету, и когда планируют подвести виртуальные сети до каждой казахстанской семьи. Сейчас услугами широкополосного доступа к интернету пользуются жители 117 городов и 3 324 сельских населенных пунктов. В 2018 году Казахстан занял 21 место во всемирном рейтинге по количеству абонентов сотовой связи, а по количеству пользователей сети – 45 место. И чтобы как можно больше жителей страны без проблем имели доступ к сеть, в стране планируется строительство волоконно-оптических линий и сетей ЛТЕ или 4G. В настоящее время во всех городах и районных центрах, а также в населенных пунктах с численностью более 250 жителей, имеется сеть интернет. Кроме того, по социальным объектам в 421 школе отмечается низкая скорость сети интернет. Однако по нашему анализу в 326 из этих школ созданы все технические возможности для повышения скорости интернета. В настоящее время этот вопрос мы прорабатываем с акиматами этих населенных пунктов. Акиматы за счет собственных средств работают совместно с операторами связи и продолжают работать над увеличением скорости школьного интернета. И программа по покрытию интернетом всей территории Казахстана рассчитана на несколько этапов. Первый – строительство волоконно-оптических линий. Он позволит предоставить доступ к высокоскоростному интернету в 1250 сельских населенных пунктах. И вот первые результаты по итогам первого полугодия 2019 года. Волоконно-оптические линии подведены к 83 сельским населенным пунктам. Во второй половине года сеть появилась в 685 селах. В 2020 году планируется подключить еще 509 сел. Второй этап посвящен развитию сети мобильной связи LTE или 4G. Планируется обеспечить интернетом 3143 сел. В 2019 году – 574, в 2020 – 1046 и в 2021 году – 1523. И тогда до конца 2020 года 880 сел с населением 250 и более жителей будут обеспечены широкополосным доступом к интернету. Что касается сложности проведения интернета в сельские населенные пункты, но здесь, видите, проблема, как всегда, в первую очередь, опять-таки, две. Есть техническая, есть, соответственно, некая такая организационная. Организационная, давайте начнем с технической, да, опять-таки, чтобы провести интернет в населенный пункт. То есть мы в любом случае должны выбрать путь, каким мы пойдем. Радио, да, строительство подземных линий связи и так далее, да. Второе, оборудование само по себе, ну, как говорится, работать не может, но хотя бы какое-то электропитание должно быть. Да, можно, конечно, говорить, там, постоянно сидеть на дизель-установках и так далее, но тогда себестоимость электричества вырабатываем, да, ну, даже там, не знаю, солнечные, если поставим батареи, мощности может не хватить и так далее, да. Но, опять-таки, дизель нужно завозить. И мы возвращаемся опять к первому пункту – к возможности обслуживания, да. Но операторы связи готовы к работе, даже несмотря на трудности. Так, компании расширяют абонентскую базу. Помимо этого, государство планирует операторам закуп услуг по предоставлению широкополосного доступа к интернету для школ, больниц или госучреждений. В Министерстве цифрового развития инноваций и аэрокосмической промышленности говорят, что расширение базы для операторов связи – это инвестиции в будущее. Проект государственно-частного партнерства является одним из самых масштабных для министерства. Потому что этот проект не финансируется государством. А операторы связи сами предоставляют инфраструктуру для сельских населенных пунктов и предоставляют населению доступ в интернет. А чем, в свою очередь, это выгодно операторам? Тем, что в будущем они смогут вернуть свои вложенные средства путем абонентских выплат. И как индикатор работы гусорганов станет 2022 год. Уже через два года к сети должно быть подключено 5089 сельских населенных пунктов. Но это не стопроцентное подключение. Там, где технически невозможно будет протянуть оптоволокно, будет обеспечена возможность обеспечения интернетом с применением технологий спутниковой связи. И один из акцентов программы «Цифровой Казахстан» – обеспечение интернетом школ и больниц. Они должны иметь качественный интернет с высокой скоростью. И понятно почему. Это требуется для использования электронных учебников детям, обновления учебных программ, их учителям. В больницах высокая скорость интернета позволит использовать телемедицину и информационные системы. А в будущем развивать интернет вещей, цифровизацию промышленности и создавать в Казахстане умные и безопасные города. Это была «Экономика». Программа, в которой мы не просто считаем деньги, а анализируем процессы с точки зрения цены. Я Гульна Рожандагулова. Увидимся. Продолжение следует...